Эфир канал ОТС продолжает экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте. Погибла в свой последний рабочий день. Заместитель директора крупной строительной компании ответит в суде за смерть крановщицы. Минувшим летом при возведении высотки в микрорайоне Евроберег случилось ЧП. Я не видела, как это произошло. Я просто слышала какой-то жуткий грохот сильный. Выглядит все очень страшно, жутко. Много разбитых машин. Фотографии я видела в общих чатах нашего Евроберега. И я в шоке. Инцидент на улице Владимира Заровного случился 15 июня в начале 10 утра. Подъемник сбил тупиковые упоры на путях и опрокинулся. Нескольким автовладельцам откровенно не повезло. Их железных коней придавила многотонная конструкция. 57-летняя машинист башенного крана выпала из кабины с 40-метровой высоты. В результате падения женщина-крановщик погибла, получив травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, причинены повреждения находящимся на парковке транспортным средством на общую сумму более 13 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Новосибирска. Обвинение в нарушении требований промышленной безопасности с летальным исходом следователи комитета предъявили замдиректору компании, допустившему до работы башенный кран с неисправными тормозами. Вот мы находимся, например, в площадке. И вот сейчас стрела повернулась в сторону площадки. То есть если он еще немного, стрелу подвинет, то в случае чего она вся свалится. Чтобы избежать подобной трагедии, в Ленинском районе города на месяц закроют детсад, соседствующий со стройкой многоквартирного дома. В апреле опасения родителей, которые вводят в калейдоскоп малышей, оправдались. Стрела крана упала фактически на площадку дошкольного учреждения. После вмешательства надзорного ведомства опасный подъемник демонтировали. Работу второго ради безопасности детей скорректировали. Ответственных заставили навести порядок. В ходе проверки на строительной площадке выявлено нарушение требований градостроительного законодательства, законодательства промышленной безопасности и охране труда. В отношении застройщика, технического заказчика и подрядчика прокуратуры района возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. Руководителям внесены представления об устранении причины и условий допущенных нарушений закона. Вывели из кафе силы, запугали и поставили на так называемый счетчик. СК Новосибирска завершил расследование уголовного дела о похищении подростка и вымогательстве у него крупной суммы. На скамью подсудимых сядут сразу 5 человек в возрасте от 19 до 24 лет. Их жертве всего 16. В середине декабря подельники затолкали парня в машину, забрали банковскую карту и, угрожая расправой, узнали пин-код. В руках злоумышленников оказалось четверть миллиона рублей. С момента поступления сообщения о вымогательстве и похищении человека была создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные профессиональные следователи, следователи-криминалисты СК по области, сотрудники МВД по городу Новосибирску. Следователи-полицейские в рамках расследования уголовного дела вели ежедневную работу по установлению местонахождения нападавших. Благодаря слаженной работе удалось установить причастных. В операции по поимке группы принимали участие бойцы спецназа Росгвардии и полиция. Раньше с подростком, которого похитили и обчистили фигуранты, знакомы не были. Заполучив желаемое, они отпустили юношу. С заявлением о совершенном преступлении к правоохранителям обратилась мать потерпевшего. По ходатайству следователя четверке обвиняемых было избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Пятому домашний арест. В ближайшее время суд начнет рассматривать это дело по существу. Многимиллионный ущерб ушлые новосибирцы провернули аферу и нашли лазейку в национальном проекте «Культура» для оплаты билетов на различные спектакли, выставки, концерты и киносеансы. Они использовали купленные в интернете реквизиты персональных пушкинских карт. На пол! Фигурантам самим едва исполнилось 20 и 24 года. Идея с махинациями пришла им в голову пару лет назад. И юные комбинаторы умудрились не просто создать фейковый аккаунт на сайте прокультура РФ, анонсировать несуществующие концерты, но и проводили оплату за билеты с чужих пушкинских карт. С остановлением множество знакомств. Установлено, что подозреваемые 2000 и 2004 годов рождения в 2022 году через чаты в мессенджерах организовали мошенническую схему по предварительной продаже билетов на культурно-массовые мероприятия, которые фактически не проводились. Для оплаты билетов использовались купленные в интернете реквизиты персональных пушкинских карт. Это сколько же нужно было обработать подростков? Вопрос открытый. Лимит пушкинской карты на год всего 5000 рублей. Аферисты умыкнули с них по самым скромным подсчетам 11 миллионов 600 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Пока фигуранты под подпиской о невыезде. Еще одних предполагаемых мошенников разоблачили в Новосибирске. Они создали целую сеть колл-центров в разных районах города и обманным путем выманили у жителей 11 регионов страны больше 4 миллионов рублей. В составе преступной группы было 14 человек. Все они вскоре предстанут перед судом. Офисы телефонных аферистов были организованы на территории Дзержинского, Ленинского и Октябрьского районов города. Проработали незаконные колл-центры почти полгода и за это время принесли своим создателям многомиллионную прибыль. Схема, которую использовала группа, очень проста. Поэтому количество жертв перевалило за сотню. По версии следствия, злоумышленники в период с мая по ноябрь 2022 года звонили клиентам финансовых организаций, оставившим в сети интернет заявки на получение кредита и убеждали в необходимости оплаты дополнительных услуг комиссии за дистанционное обслуживание, оплата страховки, курьерской доставки документов. Среди пострадавших действий сообщников жители Краснодарского, Пермского края, Белгородской, Тамбовской, Ростовской, Курганской, Иркутской, Смоленской и Калужской областей, Республики Башкортостан и Татарстан. Жертвы в итоге не только не получили кредиты, но еще и заплатили за несуществующие услуги лже-банкирам. Все заработанные таким способом деньги мошенники распределяли между собой. Но в определенный момент этот финансовый поток перекрыли сотрудники правоохранительных органов. Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение в отношении 13 граждан Российской Федерации и одной гражданки иностранного государства. Они обвиняются в совершении в составе организованной группы 108 эпизодов преступления, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничеством. Санкция за совершение такого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На имущество обвиняемых наложили арест. Скоро фигуранты уголовного дела окажутся на скамье подсудимых. И последнее двое гастролеров из Иркутской области ближайшие годы проведут в Новосибирской колонии строгого режима. Ленинский районный суд признал наркотельцов виновными в покушении на сбыт гашиша. Канал распространения запрещенного вещества растительного происхождения транспортные полицейские ликвидировали в ноябре прошлого года. В руках оперативников оказались двое 24-летних парней. Предложение о нелегальном заработке они увидели в закрытом телеграм-канале, где отоваривались сами. Там, когда покупаешь какое-то вещество, там написано, что в команду требуется так и так. За короткий промежуток времени старательные напарники сделали почти 50 тайников с гашишем. Закладки оставляли вдоль железной дороги и тропинки, ведущие от станции к крупному живомассиву Леобережья. А затем передавали клиентам координаты схронов. Оперативники установили, что уроженцы Иркутска, проживающие сейчас в Новосибирске, приобретали запрещенные вещества для личного употребления. А в нелегальном интернет-магазине им затем поступило предложение о работе курьерами. Полученные партии наркотиков они расфасовывали на разовые дозы и сбывали бесконтактным способом. Всего из незаконного оборота изъяли 38 граммов гашиша. На время следствия курьеров взяли под стражу и отправили в СИЗО. Криминальных гастролеров по итогам разбирательства приговорили к серьезным срокам. С учетом позиции государственного обвинителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры суд назначил виновным наказание каждому в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении третьего участника преступной группы уголовное дело находится в стадии расследования. На этом пока все. Если вы сняли видео происшествия или преступления, присылайте его на редакционный ватсап номер 8 983 510 2005. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме экстренный НСК. В студии работала Мария Никитина. До встречи на ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok